Продолжение следует... 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 и фибрилляцию предсертий, как самая часто встречающаяся оритмия при лечении онкологических больных. На слайде представлены противоокуливые препараты, которые увеличивают длительность интервала УТ и увеличивают риск развития тунаправленной желудочной тахикартии. Это группа антрациклинов, это инкибитеры кистон-диацетилазы и инкибитеры тирозин-киназы. Видим, что очень многие представители из этих групп препаратов удлиняют среднюю длительность интервала КУТ. Часть из них удлиняют КУТ коррегированные куличи на 60 мс от исходной кардиограммы, от исходного интервала КУТ. Но достаточно немного данных представлено в отношении развития желудочной тахикартии. И даже по препаратам, по которым изучалась частота развития желудочной тахикартии, она меньше, чем 1%. Факторы риска укинения интервала КУТ, они бывают модифицируемые и немодифицируемые. К модифицируемым факторам относятся электролитный дисбаланс, использование препаратов, которые пролонгируют интервал КУТ. К немодифицируемым факторам относятся семейная анамнез, внезапно сердечной смерти, обморок в анамнезе, уклинение исходного интервала КУТ, женский пол, пожилой возраст, заболевание сердца. Рекомендации для пациентов с риском уклинения интервала КУТ. В обязательном порядке всем пациентам, которые будут получать химиотерапию, должны регистрировать длинностиканальную кардиограмму с оценкой длительности корректирования интервала КУТ. Пациентам, у которых есть риски в отношении уклинения интервала КУТ, кардиограмму следует проводить регулярно. Если выявляется уклинение интервала КУТ, больше, чем 500 миллисекунд, следует подумать либо о прекращении лечения, либо об использовании альтернативных схем лечения. Следует избегать препаратов, которые провоцируют развитие тахикардии типа пируид, и исключить ситуации, которые могут привести к этому, это гипокалиемия, выраженная прадикардия. Приступаем к обсуждению фибрилляции предсердий. Видим, что при использовании определенных групп препаратов риск развития фибрилляции предсердий может достигать с 22%. Фибрилляция предсердий, знаем, что относится к самым распространенным альтернативным, выражает около 2% общей популяции, распространенность с возраста увеличивается, и самым частным осложнением фибрилляции предсердий, самым грозным осложнением является ишемический инсульт. В литературе упоминается о связи между фибрилляцией предсердий и злокачественными новообразованиями, но эта связь не полностью определена. Развитие фибрилляции предсердий может быть связано с сопутствующими заболеваниями, кремонекопухолевыми эффектами, или может быть вызвана пара неопластическими состояниями тисмоцией левого желудочка или тактическими эффектами противопухолевой терапии. Также огромную роль играет системное воспаление, что подтвердается данными, демонстрирующими повышение уровня цирреактивного белка у пациентов с фибрилляцией предсердий. По сравнению с пациентами, с исходной существующей фибрилляцией предсердий, у пациентов, у которых впервые возникает фибрилляция предсердий после обнаружения риска тромбоэмболических осложнений, риск тромбоэмболических осложнений увеличился в два раза из телечной достаточности в шесть раз. Профилактика и лечение тромбоэмболических осложнений при фибрилляции предсердий у пациентов с энкологическими заболеваниями является достаточно сложной задачей ввиду повышенного риска тромбообразования и геморрогических осложнений. Самое первое при обнаружении фибрилляции предсердий необходимо оценить риск тромбоэмболических осложнений и риск кровотечения. Стоит отмечить, что отсутствует доказательство в валидации существующих шкал риска тромбоэмболических осложнений для онкологических пациентов. Есть работы, которые показывают, что новая шкала ЧАЦ-ВАСК лучше в прогностическом плане. Есть работы, которые показывают, что старая шкала ЧАЦ-ВАСК лучше, чем ЧАЦ-ВАСК. Соответственно, валидации существующих шкал в отношении онкологических пациентов нет. Пациенты с фибрилляцией предсердий и злокачественными новообразованиями часто имеют большое количество сердечно-сосудистых факторов риска и сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний. Их аналогично лечат антикорбинантной терапией, но в некоторых исследованиях продемонстрировано, что они испытывают более высокий риск большого кровотечения, чем пациенты с фибрилляцией предсердий и без злокачественных новообразований. Традиционная антикорбинантная терапия в орфодина классно в игре филактике ишемического инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий и буду закорректироваться путем мониторинга, потому что у нас было два отношения. Однако поддерживать МНО в терапевтическом диапазоне у онкологических пациентов труднее, чем пациентам без онкологии в связи со сложным взаимодействием в орфодина с препаратами для противополитной терапии, а также из-за изменения функций почек и печени, пищевого статуса, химиотерапевтической токсичности. В настоящее время нет рекомендаций по мониторингу МНО для пациентов с фибрилляцией предсердий и сопутствующим возлогачественным новообразованием. Низкомолекулярные гепарины, они имеют более безопасный профиль, но напутается явное снижение качества жизни с разными длительными использованиями подкожных инъекций. Появление новых пироральных антикорбулянтов прямого действия привело к революции в антитромботической терапии и фибрилляции предсердий. В сходной таблице представлены результаты основных исследований, которые изучали эффективность и безопасность пироральных антикорбулянтов по сравнению с марфорином у пациентов, с и без локачных новообразований. Этих исследований пять. Три исследования представляют собой супанализ ранее проводимых крупных исследований, крупных рандомизированных исследований по изучению ксорелтопродакции и ликвиса. В супанализе исследования Аристотель было показано, что апексабан был эффективнее в профилактике инсульта, в профилактике инфаркта у онкологических пациентов. И стоит отметить, что он оплатал лучшим профилем безопасности в плане кровотечения. В супанализе исследований сейчас осенивалось эффективность и безопасность инсульта, но в сравнении с марфорином здесь также было отмечено, что инсульта несколько был лучше в плане профилактики трубоподических осложнений и показал большую безопасность в отношении кровотечения. В ретроспективном исследовании, где сравнивались новые пероральные антикоагулянты Добикатрана, Пиксабан и Ривораксабан с марфорином было показано, что статистически значимо снижался риск развития ишенического инсульта, риск больших кровотечений и смерти от всех причин. В анализе исследования Лукет было показано, что ксорелтопродакции ишенического инсульта было лучше и статистически незначимо было лучше в профилактике ишенического инсульта у данных пациентов в сравнении с марфорином. В ретроспективном популяционном исследовании было показано, что в другом ретроспективном популяционном исследовании было показано, что новые пероральные антикоагулянты не уступали в марфорину в профилактике ишенического инсульта и превосходили в профиле безопасности. Для анкологических пациентов при назначении антикоагулянтов может возникнуть такая проблема, что они длительное время не смогут его принимать в силу развития тромбоцитопении, анемии, в силу сохраняющегося риска, высокого риска кровотечения. Для этих пациентов возможно рассмотрение неформатологических вариантов профилактики тромбоэмполических осложнений. Так, в литературе удалось найти единичные клинические случаи. В одном случае использовалось клипирование ушкалиевого предсердия, одномоментное клипирование ушкалиевого предсердия при лобэктомии по поводу рака легкого. Другой клинический случай с использованием устройства ВОЧМА для закрытия ушкалиевого предсердия эндоваскулярным способом. Тактика ведения пациента с управляцией предсердии контроль частоты сердечных сокращений контроля ритма с помощью антиоритмической терапии либо с помощью использования радиочастотной апплации. Рекомендация для пациентов с управляцией предсердия. У каждого пациента с управляцией предсердия следует обстановить риск кровотечения тромбоэмполических осложнений с помощью шкача, спазки, хасплэйта. Всего отсутствия организированных исследований по антикоагулянтной терапии, использование новых пероральных антикоагулянтов должно обсуждаться у каждого пациента. Для пациентов с высоким риском кровотечения могут быть рассмотрены нефармакологические методы профилактики тромбоэмполических осложнений. Решение о выборе тактики введения пациента в отношении контроля ритма или частоты сердечных сокращений должно приниматься интеллектуально с учетом симптомов и продолжительности жизни. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...